Румыния Искренне следовал за Богом. Я не ожидал, что он окажется в этом месте. Коммунисты стремились контролировать все, в том числе и церкви. Это привело к существованию двух типов христиан. Тех, кто поддерживали коммунистическое правительство ради своей безопасности. И тех, кто, как мой отец, решили проповедовать Божью истину. Я пришел на свидание со своим отцом. Содержимое на стол. Все должно быть проверено. Приведите заключенного. У вас не больше 20 минут. Заключенный, на выход. Мой сын. Папа? Михай, ты так вырос. У тебя все хорошо. Что они сделали с тобой? Со мной все в порядке, Михай. Не волнуйся. Быстрее! Мама говорит, чтобы ты не волновался за нас, отец. Она говорит, если что-то случится, мы встретимся на небесах. На небесах? А-ха-ха-ха! Вы слышали? Она здесь? Твоя мама? Нет, они разрешили только мне. Никаких вопросов о суде. Люди, люди из нашей церкви. Никаких вопросов. С ними все в порядке. Хватит! Время истекло! Но я же только пришел. Вы нарушили правила. Я только что пришел. Ваше время закончилось. Отец! Михаил! Ну все, мальчишка, свидание закончилось. Отец! Отпустите! Отец! Отец! Я люблю тебя, Отец! Я тоже тебя люблю, сынок! Я люблю тебя! Пожалуйста! Будь сильным в вере! Будь сильным! Я буду сильным, Отец! Благодатью Божьей я буду сильным! Носители света Когда я сел в поезд, я решил быть сильным в вере. Я решил это серьезно. Я видел посвящение родителей в вере и всегда был частью их миссии, даже когда был еще маленьким. Семь лет назад И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Солдаты ушли! На сегодня закончим. И будьте осторожны при выходе. Вот несколько брошюр, которые вы можете раздать. И пожалуйста, как обычно, будьте осторожны. Слава Богу! Какая у меня чудесная семья! Мой сын наблюдает в то время, как я учу Библии, а моя жена тайно распространяет Слово Божье. Чего еще желать? Особенно пастору коммунистической Румынии. Спасибо за библейский урок, пастор Вурмбранд. Во всей Румынии осталось не так много мест, где можно услышать, как правильно учат Слово Божье. Мы должны делать все возможное для того, чтобы люди оставались сильными в вере, несмотря ни на какой риск. В коридоре никого! Осторожно! Смотрите, спрячьте Библию как следует, да пребудет с вами Бог. Доброй ночи! Доброй ночи, тетя Алиса! Благодарение Богу! Прошло еще одно собрание, и Господь сохранил нас! У нас есть много за что благодарить Бога! За растущую церковь и чудесную семью! Надеюсь, так будет всегда! И я тоже! Но сейчас тебе пора спать! О, спать? Да! Завтра мы с мамой пойдем на очень важное собрание! Тогда я пойду с вами! Я так не думаю! Я могу проповедовать солдатам! Только не завтра! Я могу раздавать брошюры! Ты же знаешь, что я могу? Спокойной ночи, Михаил! Это собрание всех церквей было организовано румынским коммунистическим правительством. Они хотели, чтобы мы поддерживали их идеи. И мы благодарим товарища Сталина, который объединяет наши веры под знаменем коммунизма! Больше не называйте меня епископом! Называйте меня товарищем! Ура, товарищи Стали! Ага! Вот и человек, о котором я вам говорил! И его реакция на ваше предложение? Безопасность в обмен на поддержку правительства? Он был бы глупцом, если бы отказался от сотрудничества! Думаю, он не разочарует нас! Сергей, что ты об этом думаешь? Позор! Уже несколько часов выступают одни только руководители церкви, и все они поддерживают коммунистов! Ну а ты, Сергей? Ричард, мне надо думать о семье! Так ты ничего не сказал! Ричард, это позор! Здесь так много пасторов, но они боятся выступить за Бога! Ты должен что-то сделать, чтобы имя Христово не было постыжено! Если я сделаю это, меня арестуют, и ты останешься без мужа! Не время кому-то из нас быть трусами! Отлично! Вот он идет, чтобы произнести речь! Сегодня нам, служителям, предлагают сотрудничать с новым правительством на благо нашей страны! Отлично! Но как мы можем почитать правительство, которое отрицает существование Бога, не позволяет нам читать Библию и закрывает места, где мы поклоняемся Богу? Такое правительство не заслуживает нашей поддержки, а только жалости и презрения! Позор трусам, которые не встают на защиту Бога! А ведь народу Румынии мы нужны как никогда! Эта церковь была построена для Бога! Она для Бога! Он разочаровался, не так ли? Но, товарищ полковник, подождите! Ричард, ты сказал то, что многие из нас не посмели сказать! Ты раздразнил зверя, немедленно уезжая из Румынии! Сергей, когда появляется волк, пастырь должен идти ему навстречу, а не бежать! Мы нужны людям в Румынии! Тут мы и останемся! Тишина! Он имеет слишком большое влияние на людей! Мы можем решить эту проблему, только скажите! Нет, не надо! От этого будет только хуже для нашего дела! Посмотри на них! Их так легко сбить с пути! Нет! Я думаю, что Ричард Вумбренс сможет принести нам пользу! Аргументами его не собьешь! Но у нас есть и другие методы убеждения! Ты поступил правильно! И пути назад уже нет! А вдруг они придут за тобой? Тогда мы должны быть смелыми и продолжать делать все возможное, чтобы учить людей о Христе! Даже коммунистов? Даже коммунистов! Помнишь, что сказал Иисус? Любите врагов ваших! Благотворите ненавидящим вас! Я буду молиться, чтобы Бог мне дал такую любовь, отец! Хорошо, мой мальчик! А теперь доброй ночи! Отец! Да! Как ты думаешь, правительство установило за нами слежку? Возможно, Михай! Но в любом случае, даже если так, мы все равно продолжим наше дело для Бога! Мы должны молиться о смелости! Это то самое место! Нам приказано следить за Вормбрандом! Двадцать девятое февраля тысяча девятьсот сорок восьмого года! Добрый день! Пастор Вурмра! Андрей, что ты здесь делаешь? Я думал, ты дома, готовишься! Мой костюм, пастор! Надеюсь, мы увидим вас через несколько часов! Ну, если не появлюсь, у вас не будет венчания! Папа еще не пришел? Жду его с минуты на минуту! Ты давай ешь, а я подожду отца! Господи, благодарю Тебя за Твои благословения! Прибудь с моим папой! Он делает Твое дело! Дай нам мудрость и храбрость! Аминь! Дай вам и заходи! Хорошо, они уехали! Остановитесь! Отпустите меня! Куда вы меня везете? Молчать! Отец ещё не пришёл? Ещё нет, сынок. Спи, милый. Я уверена, всё в порядке. Спокойной ночи. Какойной ночи? Господь с нами. О боже, помоги нам. Ты! Я... Я Ричард Вумбранд. Поправка! Ты был Ричардом Вумбрандом. А теперь ты Василий Георгеско. Заключённый номер один. Ричарда Вумбранда больше нет. Увести заключённого. Но это невозможно. Согласно нашим записям, Ваш муж бежал из страны. И... Из церкви пропали деньги. Обычное дело. Ричард никогда бы такого не сделал. Ну да, конечно. Вы должны сказать мне, куда вы его... Я должен! Вы слышали отчёт! Ваш муж убежал из страны! А теперь хватит попусту тратить моё время! Убирайтесь! Да, приходила. Я сказал ей, что Ричард бежал из страны. И... Вы знаете, у нас есть планы и для неё. Я сказал новые имена. Все люди в этом списке уже умерли. С кем ты работаешь? Не играй со мной в игры. Моё терпение кончается. Стоит мне только приказать, и тебя убьют. Но я вам зачем-то нужен... Чтобы сломить твою упрямую волю. И использовать как пример человека, который якобы образумился. Прекрасно! Который увидел свет коммунизма. Ну, видно, что скоро ты точно образумишься. Через насилие мне жаль разочаровывать вас, полковник. Но коммунизм никогда не победит силу Божьей любви. Бог меняет человека изнутри любовью, а не снаружи через силу. Но ты ещё испытаешь на себе силу и удивишься, что может сделать небольшая боль. Положите руку мне на сердце. Если сердце бьётся быстро, значит, я боюсь. И тогда знайте, что Бога и вечной жизни нет. Но если оно бьётся спокойно, значит, оно говорит, я иду к тому, кого я люблю. И тогда вам надо задуматься. Значит, Бог и вечная жизнь есть. Хорошо. Тогда давай ускорим твоё путешествие к Богу. Согласен? У меня есть человек, который поможет тебе туда добраться. Бризару! Привет, христиане! Мама! Михаил! Что случилось? Добро пожаловать домой! Я его не пускал! Кто вы такой? Оставьте её в покое! Ха-ха-ха-ха! Убирайте! Что? Что вам нужно? Времена меняются, товарищ. Мальчику не нужна целая комната. Она для него слишком большая. В Румынии наступило новое время. Вам одна комната, остальное используется полицейскими. Полицейскими? Ой... Каждый делится тем, что у него есть. Но тогда я буду рада оказать вам гостеприимство, офицер. Что? Нет! Надеюсь, что наша квартира будет удобной для вас. Мама, но ведь он... Извините нас. Иди сюда. Мама, мы не можем жить в полицейском. Полиция, она... У нас нет выбора, Михаил. И потом тебе не придётся с ними жить. Я договорилась, и ты будешь жить у тёти Алисы. Что? Но я нужен здесь тебе! Мама! Это ненадолго, Михаил. Тебе слишком опасно здесь оставаться. Мне нужно продолжать работу с другими верующими. Ты, как обычно, будешь ходить в школу и хорошо учиться. Но... Опасности буду подвергаться я одна. Когда отец вернётся... О, Михаил! Я хочу, чтобы было так. Но... У меня такое чувство, что отец не скоро вернётся. Его не будет очень-очень долго. Ну? А! Вот упрямый попался. Всё так же ничего? Никаких имён? Только три. Сабина, Михай и Бог. Когда он очнётся, если он не умрёт, я могу придумать и попробовать кое-что посильнее. Нет. Не надо. У меня есть план получше. Пожалуй, настало время причинить боль другого рода. Семья. В смысле? Он называет членов своей семьи. Возможно, когда он увидит, чему приводят его отказы от сотрудничества, он образумится. Я был рад увидеть отца хотя бы несколько минут. Как я скучал по нему. И как я был благодарен за то, что моя мама со мной. Михай! Михай! Это я, тётя Алиса! Михай! Михай! Тётя Алиса! Я виделся с отцом! А где мама? Михай! О, Михай! Твоя мама? Её арестовали. Арестовали? О, нет! И маму тоже! Четыре месяца спустя. Господь, молю, помоги Сабине. Укрепи Михая в это нелёгкое время. И пусть твоя рука будет всегда с ними. Чтобы никто не смог причинить им зла. Чтобы они не горевали. Я вижу, ты молишься. Наверное, за свою семью. У меня есть новости. Хорошие новости. Румыния строит новый канал. На это уйдёт несколько лет. И твоя жена была настолько любезна, что добровольно отправилась на строительство. Только не на канал. О, Сабина, храни тебя Бог. К тому же, твой сын сделал себе большое благо. Дело в том, что теперь он носит красный галстук детской коммунистической организации. Уверен, ты им гордишься. Михаил. Я думал, что эта новость тебя обрадует. Знаешь, если бы ты был поозговорчивее, ты мог бы больше сделать для своей жены и сына. Нет. Факт в том, что они оба сейчас работают на государство. Любите врагов ваших. Молитесь за обижающих и гонящих вас. О, опять молишься? Снова за семью? Нет, полковник. Я молюсь не за них. Я молюсь за вас. Я... Я молюсь за вас. В таком случае не трать время зря. Твои молитвы мне ничем не помогут, как и не помогли твоей семье. Кроме того, какой помощи можно ожидать от Бога, которого даже не существует? Нет, я точно знаю одно, что Бог есть, и что Он никогда не оставлял ни меня, ни мою семью. Господи, я верю, что Ты со мной даже здесь. Я верю, что Ты с моей семьей. Помоги Михаилу. Помоги ему быть твердым в христианских убеждениях. Ты первый из школы, кому вручается галстук. Символ коммунистических принципов. Носи с гордостью. Нет! Я не буду носить этот галстук. Да как ты смеешь? От правительства, которое держит моих отца и мать в тюрьме. За то, что они верят в Бога! Таким ученикам, как ты в нашей школе не нравятся! Я горжусь своими родителями! Я горжусь тем, что я христианин! Убирайся! Вон! Господи, будь с Сабиной! Дай ей силу перенести испытания и дай ей смелость и любовь, Отец, чтобы нести Твое Слово другим! Дунайский канал! Пошевеливайте собаки! Никаких разговоров! Иисус сказал, Радуйтесь и веселитесь! Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Видите, Бог помогает нам радоваться. Даже когда мы страдаем, когда мы молимся, Бог помогает нам. Сабина, я знаю, что быть заключенным нелегко никому. Но слава Богу за то, что ты с нами. Твои разговоры о Боге помогают нам перенести все это. Мы знаем, что Бог здесь с нами, в нашем сердце. Я сказал молчать! Эй, это же жена пастора, христианка! Да? А вы уверовали во Христа? Ну, христианка, ты, кажется, не выполняешь моих приказов. А я думал, что христиане должны быть послушными. А может, ты не христианка? Может, тебя надо крестить? Нет! Отпустите меня! Ты что думаешь, Дмитрий? Что вы делаете? Думаю, ты прав! Куда вы не перейдете? Встать! Ах, пожалуйста, мои ребра! Я думаю, они сломаны! Я сказал встать! Ах! Надеюсь, ты усвоила мой удоб! Отпустите меня! Ах! Что? Тоже крестился? Да, замолчи ты! Сабина, ты в порядке? Нет, я все мокрая. Но, слава Богу, мне как раз надо было принять ванну. Пойдем, Сабина. Мы о тебе позаботимся. Опустите его! Опустите его! Отдохни! Тебе есть что сказать? Я... Я прощаю вас. Что? Я прощаю вас, полковник. Я прощаю вас, полковник. Прощаю вас за все это. Я прощаю вас за то, что вы со мной сделали. За то, что вы сделали с моей семьей. За все избиения. Что? Ты сумасшедший! Может, еще несколько ударов? Возможно, я скоро умру, полковник. Но однажды умрете и вы. И нам обоим придется предстать пред Богом. Я готов к этому. А вы? Этому придется долго сидеть. Посади его в одиночку. Он никого не должен видеть. Даже охрану. Я устал от его слов. Насколько? Настолько, насколько потребуется. Год спустя. Одиночная камера. Боже. Господи. Я больше не могу это выносить. Почему я до сих пор здесь? Ну почему? Что? Что это? Похоже... Ну да. Да, конечно. Это азбука Морзе. Да. Я пастор. И я в одиночной камере. Я целый год ни с кем не разговаривал. Я работал на коммунистов. Я сделал много зла. Я вредил людям. Мне надо исповедаться. Бог может меня простить. Да. Бог любит вас. Он простит вас. Что с ним? Туберкулез. Сделайте ему укол. Он, по крайней мере, сможет услышать. Слушание? Хм. Мы тут все делаем по закону. Разве ты не знал? Я провел здесь столько лет. И только сейчас в слушании моего дела... Что вы скажите в свою защиту? Я... Что? Это нелепо. Он очень болит. Что вы скажете в свою защиту? Что вы скажете в свою защиту? Я... Я люблю Бога. Никаких изменений. Итак, вы приговариваетесь с двадцати годом каторги. Двадцать лет? Этот человек умирает. Он не протянет больше месяца. Брось его в камеру номер четыре. Камеру смерти. Он упрямый человек. Моя работа с ним закончена. Мне больше нечего с ним делать. Господи... Я... Кажется... Я умираю. Будь с... Будь с моей семьей. Будь с Сабиной. Помоги ей. Ты... Ты... Вот это... И ты... Бунтовщица. Избавьтесь от них. О, Сабина... Ну вот. Вас это согреет. Я слышал, что в эту камеру отправляют тех, кто скоро умрет. Да, это так. Но некоторые, как Ричард, бросают вызов смерти. Он здесь уже шесть месяцев. Это зависит только от Бога. Вот. Это все, что у нас есть. Вначале нужно поблагодарить. Так ты тоже христианин? Несколько лет назад, в одиночке, один человек, пастор, он привел меня ко Христу. С помощью азбуки Морзе я каждый день благодарю Бога за этого человека. Друг мой, вот мы наконец и встретились. Я так благодарен тебе, брат мой. Тогда давай споем благодарственную песню. Но у тебя же нет инструментов. Но если Бог может использовать стены, в которых мы заключены, то почему бы нам не использовать цепи, которые нас сковывают, чтобы прославить Его? Благодарь спасем Того. Благодарь спасем Того. Я испущий небе, был мертв и чудом стал живым. Как говорит Библия, если мы страдаем со Христом, то с Ним и прославимся. Что? Куда вы меня тащите? Несколько часов спустя. Что-то его долго нет. Лучше нам приготовиться помочь ему. Я позабочусь о его ранах. У нас еще есть тряпки? Ну вот, начнем. Займемся тобой. Ну что? Продолжим проповедь. Ричард, тебя же только что наказали за проповедь. Может, надо сделать перерыв? Я пастор, и я должен проповедовать. И кроме того, я заключил сделку с охранником. Сделку? Да, сделку. Я проповедую, а он меня бьет. Он счастлив. Я счастлив. Так что, начнем. О, последнее избиение с лихвой покрыло сегодняшнюю проповедь. Ты слышал новости? Амнистия. Кажется, на правительство надавили из-за рубежа. И что теперь? Некоторых заключенных освободят, а других там решат. Василий Георгеску, также известный как Ричард Вурмбранд, пробыл здесь восемь лет. Никакого изменения в поведении. Избавимся от него. Постарайся поспать. Тебе надо набраться сил. Что? Что? В чем дело? Пора с тобой заканчивать. Не бойся, Ричард. Бог тобой. Скажи моей семье, что я люблю их. Молчать! А, навряд ли. Твой сын тоже в тюрьме. Что? Я слышал, что он вор. Наверное, это наследственное. Жаль, что тебя не было рядом, чтобы ему помочь, старик. Боже, пожалуйста, позаботься о моей семье. Что вы хотите со мной сделать? Мы о тебе позаботимся сейчас. Давай его в стене. Иисус, я в твоих руках. Что? Я думал, меня расстреляют. Я свободен! 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 Сабина! Ричард! Мой дорогой! Я думал, что больше тебя не увижу. Я знала, что Бог сохранил тебя, знала! Прошло столько лет. С тобой все хорошо. Мне сказали, что тебя отправили строить канал. Я... я думал, ты умерла. А Михай... С ним все в порядке. Идем. Как хорошо быть дома. Все в порядке, Ричард. Идем. 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 Если у тебя трудные моменты в жизни, ты не должен унывать. Ведь Бог всегда с тобой. И ты должен это знать. Не унывай. Михай! Отец! О, отец! Мой дорогой Михай! Ты на свободе! Теперь мы снова вместе. Благодарение Богу! Видишь, Ричард, Бог помог нам оставаться сильными и преданными Ему как никогда. Значит, давайте вместе используем это время мудро. Поблагодарим Бога за привилегию пострадать за Него и за то, что своей рукой Он снова воссоединил нас. А что дальше? А дальше мы продолжим нашу работу. Нам нельзя терять время. Народ Румынии как никогда нуждается в Слове Божьем. За все это время я почти полностью забыл Библию. Но пока я был в тюрьме, я всегда помнил четыре вещи. Первое. Бог есть. Второе. Иисус наш Спаситель. И Он с нами всегда и везде, даже в тюрьме. Третье. Через что бы мы ни проходили, вечная жизнь реальна. И четвертое. Божья любовь. Даже перед лицом пыток это самый лучший выбор. После освобождения из тюрьмы, Ричард посвятил три дня посту и благодарению. За это время он записал все, что пережил и чему научился в период, проведенный в тюрьме, включая сотни проповедей и стихов, которые он написал и запомнил. Неутомимый служитель Евангелия почти сразу же вернулся к проповеди. Поскольку религиозные собрания были объявлены вне закона, он со своей общиной отправлялся в лес в лес. И в это время Ричард проповедовал. Дни рождения они праздновали каждое воскресенье. В конце концов Ричарда снова арестовали. Когда известие об этом дошло до международного христианского сообщества, поднялся шум. Румынское правительство запросило за освобождение Ричарда десять тысяч долларов. Эти деньги были быстро собраны и Ричарда освободили. Ричард, Сабина и Михай уехали на Запад, где основали организацию «Голос мучеников», которая помогает и поддерживает многих преследуемых христиан. Неутомимый в своей миссии проповеди Евангелия и помощи страдающим за него, Ричард и Сабина работали на Неве Божьей до самой своей смерти. Сабины в 2000 году и Ричарда в 2001. Михай Вурмбранд продолжает их дело, как участник организации «Голос мучеников». В 2006 году по результатам опроса Ричард Вурмбранд был признан одним из десяти самых влиятельных людей Румынии за всю историю страны. Многие люди узнали об ужасах, которые творили коммунистические власти Румынии после свидетельства Ричарда Вурмбранда перед Сенатом США в 1966 году. Люди узнали о пытках, которые он перенес. Коммунистический режим в Румынии рухнул в 1989 году, а служение Вурмбранда существует и по сей день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова